Фильм про атеизм в Египте и позиция самых близких к Сунне людей. Новость прошла, то что Египет снял известный режиссер Ибрахим Айса. Он режиссер некоторых государственных египетских каналов, приближенный Ас-Сиси. То есть он известный безбожник, атеист, развратник и прочее. И один его вид, то есть на экране, я думаю, вам о многом покажет и скажет. Так вот, он снял фильм «Атеист». О чем этот фильм? Молодой человек по имени Яхья, сын строгого, сурового салафитского отца, салафитского шейха, который, значит, его угнетает. Этот шейх подан в карикатурном таком виде, который запрещает все живое и неживое. Вот, и этот Яхья решает восстать и объявляет себя атеизмом. Фильм перепитан, значит, сочувствуем к этому Яхья. И вот это вот они сняли. И фильм должен был состояться премьера, но она была отложена. Отложена по какой причине? Фильм передали Алясхару. Алясхару, чтобы что? Чтобы он проверил фильм, нет ли там что-то, что вызовет бурю какую-то в обществе, или противоречит, или прочее. И казалось бы, фильм это явная пропаганда атеизма, то есть сочувствие к нему и прочее. Неизвестный режиссер этого фильма. Но пришло от Алясхара, что одобрение. Одобрение. И как упоминают, лишь мелкие незначительные правки в сценарий внес Алясхар. Но саму идею фильма он никак не порицал. И фильм вот-вот должен состояться премьера и должен выйти на экраны. Таким образом, Ашариты Алясхара, они одобрили вот этот фильм, который призывает молодежь, призывает людей к атеизму. Подспудно. Вот так вот. Не прямо. То есть люди в Википте все-таки, они, там, до или иной степени религиозности, есть они бы, отвергли бы прямой призыв. А вот так подспудно. Вызывая сочувствие. Вызывая желание понять, разобраться, вызывая негатив к салафии, к исламу. По какому принципу это было одобрено? Ну, я могу предположить. То есть мы уже нечто подобное слышали в Дагестане. Лучше пусть мой сын будет наркоманом, чем ваххабитом. И для вот этих милых, приятных, уважаемых Ашаритов, которые самые близкие Аках Лесунна, и которых, в кавычках, хвалила Бантаемия, и прочий вот этот бред, что несут суруритские ресурсы, значит, для них, чтобы сын стал атеистом, для них лучше, и чтобы молодежь стала атеистами, лучше, чем если молодежь станет ваххабитами, салафитами. Сколько, сколько мы слышали от различных вот этих вот партийных групп и течений, то, что сейчас не время для этих вопросов, вопросов разногласия в Талхиде между мусульманами-единобожниками и между поклонниками Макил и поклонниками, как брат Ихтияр один назвал, то есть безместопоклонниками, то есть поклонниками древнегреческого ничто, которое не является Аллахом. Сколько мы слышали вот этих выражений, которые принижают степень от Ура, они самые близкие, как Лисунна, они, нам надо объединиться, если, как этот Дауд, придурок, говорил, то есть если салафиты могут основать свою мечеть, они не должны, то есть, и вот есть типа село, и там лишь одна мечеть, где призывают к Ширку, к Джахмиизму и прочее, то есть вот эти вот суфисты. Мы не должны открывать там вторую мечеть, где призывать к Талхиду, чтобы не разъединять умму, валиязубиллях. Вот это все, сколько мы это все слышали, незначительные вопросы, отвлекают от главных вопросов уммы, газ заистекает, а вы говорите кровью, а вы говорите про Талхид. И старые пыльные книжные вопросы, все это мы массово слышали. И говорилось нам что? Что есть вопросы главнее, есть вопросы важнее, то есть вот смотрите там атеизм, вот смотрите там то, это, то есть главные вопросы, которые угрожают существованию уммы. И вот ваши братья Ашарит и ваш Алясхар, которые вы хвалите, они ставят атеистов к себе ближе, чем вас. И они готовы, чтобы их дети, чтобы молодое поколение египтян стало атеистами, но не стало людьми, людьми сонные Талхида, людьми сонные хадиса, не стало нормальными мусульманами. Потому что ислам для них более ненавистен, чем что-либо еще, чем какие-то другие религии. Как говорил имам Аль-Каим, то, что между людьми сонные хадиса и между джахмитами, не больше, чем то, что между войском ислама и войском куфра. Однако, тем, кто не возвеличивает Акаду, этого не понять. Аллах, Господь.